Ну что, я надеюсь, вы все основательно подкрепились перед этой лекцией. Меня зовут Вероника Песковацкая, я практикующий врач-терапевт, и мы с командой 15 на 4 попытались для вас подобрать наиболее актуальные мифы, которые бытуют в сфере здорового питания, диетологии, и попробуем сегодня разобраться, где правда, где не совсем. Почему говорим об этом? Перед вами на слайде топ-10 причин смертности среди американцев. Это данные за 2012 год от Университета Питтсбурга. И справедливости радио стоит отметить, что украинцы погибают по тем же причинам. По крайней мере, первые две причины у нас такие же. Это сердечно-сосудистые заболевания и рак. Но на данном слайде я хочу акцентировать ваше внимание на тех столбцах, которые выделены красным. Красным здесь показаны те заболевания или состояния, которые непосредственно ассоциированы с образом жизни и таким его аспектом, как питание. Помимо того, что эти заболевания возникают и развиваются по причине неправильного питания, их еще можно и достаточно эффективно предотвращать с помощью модификации рациона питания. Понятное дело, что такие медицинские статистические факты провоцируют индустрию, медицину, диетологию все время двигаться вперед и создавать всевозможные новые диеты, веяния и тренды. Первый миф, о котором мы поговорим, это миф о раздельном питании, сущностью которого является концепция, что ни в коем случае нельзя комбинировать во время одного приема пищи белки и углеводы. Основой для данного мифа является положение, что для переваривания, для расщепления белков и углеводов в желудочно-кишечном тракте нужны разные среды. Для белков кислая среда, для углеводов щелочная среда. Если употребить белки и углеводы в одном приеме пищи, это спровоцирует конфликт сред, недостаточное переваривание пищи, образование мифических шлаков и другие неприятные последствия. Для того, чтобы развенчать этот миф, нам с вами придется погрузиться в курс нормальной физиологии пищеварения. И этот, безусловно, сложный процесс и многостадийный начинается еще в ротовой полости, где в щелочной среде слюны присутствует фермент амилаза, который производит расщепление углеводов, которые мы употребляем с пищей, до олигосахаридов, более мелких компонентов. Далее процесс пищеварения происходит в желудке, где кислая среда благодаря соляной кислоте желудочного сока и где такие ферменты, как пепсин и желатиназа, расщепляют достаточно активно белковые компоненты нашей пищи. И самое интересное происходит в двенадцатиперстной кишке, где благодаря желчи щелочная среда и здесь целая батарея ферментов, которые выделяются поджелудочной железой, расщепляют практически все, что попадает в желудочно-кишечный тракт. И белки, и жиры, и углеводы, и даже нуклеиновые кислоты, которые приходят к нам из мясной пищи. Зачем я вам все это показываю? Да с тем, чтобы вы поняли, что нет абсолютно никакой разницы, вы съедите белки и углеводы вместе или вы разведете прием этих пищевых компонентов по времени. Потому что именно благодаря стадийности, именно благодаря тому, что природа задумала наш желудочно-кишечный тракт именно таким, какой он есть, если вы съели адекватное количество пищи, тщательно ее переживали, она усвоится в любом случае. Достаточно популярный до сих пор миф, который возник в девяностые годы, диета по группам крови. Сущность мифа такова, что все продукты можно условно подразделить на полезные, вредные и нейтральные, в зависимости от группы крови конкретного человека. Автором данного мифа является Джеймс Дадама, который написал книгу о данном направлении в диетологии. Книга приобрела сумасшедшую популярность во всем мире, разошлась миллионными тиражами, была переведена более чем на 60 языков. Подоплекой данной концепции является эволюционная теория, которую в свое время озвучил Дадама. Он полагает, что наиболее эволюционно древней является первая группа крови, и, по его мнению, первобытные люди питались мясной пищей. Соответственно, мясо и другие мясные продукты являются наиболее выгодными и целесообразными для людей с данной группой крови. Следующим эволюционным этапом была вторая группа крови, которая, по мнению Дадама, появилась в активный период собирательства, растения и водства, культивирования растений. Именно поэтому таким людям лучше всего быть вегетарианцами, полезнее всего быть вегетарианцами. Далее, животноводство, третья группа крови, активные потребители молока и всевозможных молочных продуктов, которые, безусловно, выиграют от употребления подобной пищи. Ну и четвертая группа крови, которая является своеобразным промежуточным этапом, таким людям стоит исповедовать молочно-растительную диету. Честно говоря, я не антрополог для того, чтобы критиковать эту концепцию, но у меня возникают сомнения относительно того, что наши с вами первобытные предки добывали именно мясо в качестве первой и наиболее доступной пищи. Все-таки охота – это достаточно опасный, энергоемкий процесс, в отличие от собирательства. Найти какие-то корешки, стебли, листья и ягоды, на мой взгляд, гораздо проще и безопаснее. Но давайте вернемся к сухим медицинским фактам и зададим себе вопрос. Есть ли какая-то принципиальная разница между людьми с разными группами крови, которая не позволяет им одинаковым образом реагировать на пищу? На сегодняшний момент существуют исследования, результаты которых говорят нам, к примеру, о том, что люди с четвертой группой крови имеют специфические изменения коагуляционной системы, то есть системы свертывания крови, поэтому они более подвержены тромбозам, инфарктам, инсультам. Есть исследования, которые говорят, что носители первой группы крови более подвержены пресловутой инфекции Helicobacter pylori, которые провоцируют гастрит, язвенную болезнь желудка, рак желудка. Так ли это? Следует понимать, что между этими исследованиями всегда есть огромная разница между результатами, которые получаются. Это зависит от географии исследования, какие этносы были включены. Кроме того, играет роль даже сама методика определения группы крови, ведь методология отражается непосредственно на результатах исследования, поэтому здесь можно лишь спекулировать на подобных результатах. Довольно-таки интересное исследование было проведено в Канаде, куда зашло более 1400 добровольцев. Их типировали в зависимости от той диеты, которой они привержены в течение большей части своей жизни. То есть отдельно выделили заядлых мясоедов, которые соответствуют диете по первой группе крови, отдельно выделили вегетарианцев, тех, кто исповедует молочно-растительную диету. Так вот, в результате данного исследования было выявлено, что такие показатели здоровья, как индекс массы тела, окружность талии, показатели холестеринового обмена, артериальное давление, инсулино-резистентность, маркер сахарного диабета второго типа, были гораздо лучше у тех людей, которые питались по диете для группы крови 2 и для группы крови 4, то есть молочная или молочно-растительная диета. При этом эти положительные эффекты на самом-то деле не зависели от группы крови добровольцев, что еще раз подчеркивает бесполезность диеты по группам крови и полезность молочно-растительной и растительной диет самих по себе. Далее мы рассмотрим два мифа, сразу два мифа, которые являются близнецами-братьями, которые окружают нас со всех сторон, которые навязываются нам не только медицинской индустрией, но и индустрией фитнеса. Достаточно соблазнительной идеей является приобрести не просто здоровое, но и красивое тело ценой минимальных усилий. И поэтому первый миф будет касаться спортивного питания, а именно препаратов белково-углеводной природы, которые называются гейнерами. И следующий миф – это высокобелковая диета, которая якобы помогает в кратчайшие сроки достичь идеального тела, похудеть и обрести желанный мышечный контур. Небольшой исторический экскурс. Перед вами достаточно знаменитый древнегреческий атлет Милон Кротонский, который являлся неоднократным победителем Олимпийских игр, тех самых античных Олимпийских игр, и пример его суточного рациона. Впечатляет? Единственный вопрос, который я себе задаю – как можно это съесть? Даже взрослому мужчине, который после этого еще должен идти и бороться. Безусловно, безусловно, 9,5 литров вина. Современные же атлеты и спортсмены имеют в своем арсенале гейнеры – это белково-углеводные препараты, которые применяются в спортивном питании там, где необходимо быстро и качественно нарастить мышечную массу. Это бодибилдинг, бодифитнес. Есть разные режимы применения гейнеров. Например, можно выпить вот этот протеиновый коктейль до тренировки, для того, чтобы обеспечить мышцам энергию для мышечных сокращений, мышечной работы в зале. Можно выпить его после тренировки, для того, чтобы восстановить количество белка, потерянного во время мышечной работы, тем самым нарастить более активно мышечную массу. Можно выпить и до и после. Производителю выгоден второй, третий вариант. Давайте же посмотрим более пристально, что находится внутри гейнера. Перед вами факты о питательности, о питательной ценности данного препарата. Вот эта первая колонка – это количество питательных веществ на одну порцию, три мерные ложки, которые разводятся либо в воде, либо в молоке. Понятное дело, что молоко повышает и калорийность, и содержание белков, и содержание жиров, и углеводов в определенной мере. Я хочу обратить ваше внимание на вторую колонку. Это процент от рекомендуемой среднесуточной нормы для человека, который обладает какими-то довольно-таки средними энергетическими затратами, то есть не участвует в какой-то активной, интенсивной физической работе. Обратите свое внимание, что количество белка в одной порции достигает 94% от суточной рекомендуемой нормы. Следующий пункт, который вызывает много вопросов, это количество углеводов, которое составляет 57% от рекомендуемой суточной нормы. И самый главный вопрос, который я задаю, глядя на вот эти факты, это что, единственный прием пищи? Ведь будет же что-то еще. Гейнер не расценивается как отдельный прием пищи. Как правило, это добавка ко всему рациону. Следующий факт, который наталкивает нас на определенные размышления, это то количество калорий, которые мы тратим на мышечную работу в зале. Кстати, оно может быть и не таким большим. Все зависит от интенсивности работы, от количества подходов, от количества повторений в подходах. Эти энергозатраты могут быть и 200, от 200 до 400 килокалорий, если вы приходите сделать селфи в зале. И одна порция гейнера, которая содержит практически в 3 раза больше, чем вы тратите. К чему это может привести? Далее мы переместимся к такой теме, как белок. Я напоминаю, что мы двигаемся в ключе высокобелковых диет. И я обращаю ваше внимание на то, что взрослые должны получать, согласно современным диетологическим рекомендациям, 0,8 граммов на килограмм белка в сутки. Пока что это довольно-таки абстрактная цифра. Я потом покажу на практическом примере, как существенно отличается то, что нам нужно от того, что мы, как правило, получаем с довольно-таки стандартным рационом. И обратите внимание на рекомендации для атлетов. То есть наиболее высокий показатель это 1,3 грамма на килограмм в сутки. Высокобелковая диета, которая пропагандируется достаточно активно в фитнес-индустрии, я напоминаю вам, от 2 до 4 граммов на килограмм в сутки. Давайте рассчитаем суточную потребность в белках для молодого мужчины, который имеет достаточно-таки средний вес и не имеет интенсивных физических нагрузок. Довольно-таки абстрактная цифра получилась, 63 грамма. Никто не представляет себе в аудитории, как это выглядит. Тот же мужчина, но уже атлет. Вот он пошел в зал, он начал 4 раза в неделю практиковать высокоинтенсивный силовой тренинг. Его норма будет примерно в 2 раза выше. Посмотрим на практике, как выглядит рацион того человека, как должен выглядеть рацион того человека, который получает 63 грамма белка в сутки. И многие из вас могут назвать его скудным, потому что он получает совершенно небольшое количество мяса, он получает белок из молочных продуктов, яиц, бобовых. Мяса вообще совершенно крошечное количество. Двигаемся дальше. Это рацион не атлета, это рацион совершенно среднестатистического человека, который питается в заведениях быстрого питания, который поглощает не вполне здоровую и полезную пищу. Посмотрите, он практически в 2 раза превысил норму для атлета. Хотя он не атлет. Я хочу напомнить вам, что наша украинская кухня, она насыщена весьма и весьма насыщенной белковой пищей, высокой белковой пищей. И достаточно длительное время показателем социального благосостояния, благополучия было именно наличие мясной пищи на столе. Мы привыкли есть мясо не просто повседневно, мы привыкли есть его 3 раза в день. Следующий пример. Стандартный стейк весом 180-190 граммов покрывает суточную потребность в белке на 200%. Зачем нам такое количество белка? К чему это приведет? Сейчас я буду сосредоточена уже не на математике, а на том, к чему может привести как дополнительное введение белка, чрезмерное введение белка с протеиновыми гейнерами, так и высоко белковые диеты. К сожалению, наш организм устроен таким образом, что у нас нет механизмов, которые позволяли бы запасать аминокислоты впрок. Белки расщепляются в нашем организме с образованием энергии, и энергию мы умеем запасать, как правило, в формате жировой ткани. Вне зависимости от того, из какого источника пришли те самые избыточные калории, белков, жиров или углеводов, все равно это все будет форматировано в жировую ткань. И поэтому те 1200 килокалорий, которые мы получили с дополнительным приемом пищи в формате гейнера, они не просто не помогут похудеть более быстро и более эффективно, они помогут набрать массу тела, причем не в формате мышц, а в формате жировой ткани. Кроме того, стоит понимать, что весь этот избыток белка должен быть выведен, переработан и выведен из организма. И основным выделительным органом в такой ситуации, основной мишенью становятся почки. Именно поэтому были проведены достаточно масштабные исследования, куда включали добровольцев, длительное время практиковавших высокобелковую диету от 2 до 4 граммов на килограмм в сутки. Результаты этих исследований демонстрируют то, что даже те люди, которые исходно не имели никаких почечных проблем, в дальнейшем приобретали почечную недостаточность. То есть такая высокобелковая диета становилась фактором риска развития почечных заболеваний ДНОВА у таких людей. Кроме того, совершенно безрассудной идеей является применение высокобелковых диет у людей, у которых уже есть определенные метаболические проблемы. Подагра, мочекаменная болезнь, хронические заболевания почек. Следующий миф довольно-таки популярен. Витамины из баночки. Каждый человек, если он хочет жить долго, счастливо и здорово, должен употреблять поливитамины, поскольку витаминов в нашей повседневной привычной пище недостаточно. Для того, чтобы продлить свою жизнь, сделать ее максимально качественной, пожалуйста, бегите в аптеку, приобретайте поливитамины. Вас не впечатляет сумма? На самом деле данная информация делает правомочную шутку о самой дорогой моче в мире на 2010 год. Но об этом дальше. Тоже были проведены огромные исследования, которые включали самые разнообразные когорты людей. Это были и люди в возрасте, и более молодые люди, которые на регулярной основе в течение длительного времени принимали различные поливитаминные добавки. И эти исследования не демонстрируют абсолютно никаких преимуществ для этих людей в плане общей смертности, в плане возникновения сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, в плане сердечно-сосудистой смертности, в плане онкологической смертности. Пользы нет никакой. Я хочу акцентировать ваше внимание на том, что поливитаминные препараты, они вовсе не так просты. К примеру, для курильщиков было показано повышение риска онкологических заболеваний при постоянном приеме поливитаминных препаратов, содержащих бета-каротин. В частности, риск рака легкого повышался на 28% у таких людей. Окончательно механизм, по которому это происходит, не установлен, однако предполагается, что бета-каротин является в таком случае стимулятором онкогенеза, то есть он помогает клеткам эпителия под воздействием канцерогенов табачного дыма быстрее превращаться в злокачественные раковые клетки. Особое внимание в отношении мультивитаминов должны проявить женщины, которые хотят забеременеть, либо уже беременны, поскольку стандартные дозы жирорастворимых витаминов А и Д, которые находятся в мультивитаминных комплексах, доступные в любой аптеке без рецепта, они токсичны, они обладают тератогенным эффектом, то есть они могут вызывать нарушение внутриутробного развития плода, в случае, если человек беременеет, принимая подобные препараты. Порой, сосредотачиваясь на витаминах и микроэлементах, и пакуя их в капсулы, синтезируя, мы это довольно-таки хорошо умеем, мы выпускаем из виду гораздо более целостную картину. Ведь природные продукты, овощи, фрукты, ягоды, помимо того, что они содержат витамины и микроэлементы, они содержат массу других веществ, обладающих антиоксидантными свойствами, профилактирующими сердечно-сосудистые заболевания, раковые заболевания. И именно поэтому стоит отдавать свое предпочтение натуральным продуктам, получив еще такую дополнительную пользу. На этом у меня все. Я хочу пожелать вам, чтобы вы всегда ели пищу радостно, в хорошей компании и были здоровы. Благодарю за внимание. Буду рада ответить на ваш вопрос. Как вы относитесь к вегетарианству, лак, вегетарианству и сыроедению? Давайте по порядку. Значит, вегетарианство — это на самом деле тема отдельной лекции. Согласно консенсусным документам основных диетологических ассоциаций мировых, вегетарианство может быть полезным и безопасным в случае сбалансированности рациона, даже для детей. Ключевыми словами здесь являются сбалансированность рациона, что в наших широтах, в условиях нашего пищевого рынка, не вполне, на мой взгляд, достижимо. Безусловно, существует масса исследований, которые подтверждают то, что вегетарианцы реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них ниже риск колоректального рака, у них гораздо лучше благосостояние, но тут после не значит вследствие. И следует отметить, что данные положительные результаты в отношении здоровья для чистых вегетарианцев, которые не употребляют ничего животного происхождения, они хуже, чем для тех людей, которые допускают лакто-ово-вегетарианство. Вот это нужно понимать. Кроме того, не следует забывать об определенных генетических особенностях. В нашей популяции, к сожалению, не исследованы мутации генов фалатного цикла, которые могут приводить к злокачественной анемии, особенно это касается женщин, которые хотят забеременеть, уже беременных женщин, которым такие виды вмешательства, как вегетарианство и строгое веганство, тем более, просто противопоказаны. Что касается сыроедения, я, честно говоря, не располагаю информацией о каких-то преимуществах данного направления в питании, мне трудно судить, но могу сказать, что если нет никаких противопоказаний, то почему нет? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ